Итак, приветствую вас дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, канал Ни Слово Об Играх, и мы продолжаем проходить Dune, The Battle for Arrakis за Атрейдесов. В прошлой миссии мы с вами Пролог купили и купили первую миссию. В общем, договорились играть по возможности, не теряя своих там войск, вот, как-то более дипломатично и мирно. Вот, ну а впереди у нас вторая миссия, кот на нее вот перед вашими глазами, Spice Dance. Спайсовые танцы, триповые танцы. Короче, ладно, продолжаем. Растущая напряженность на всех фронтах вынуждает нас перейти в наступление. Присутствие сил Харконина в этом регионе уже доставило нам немало неприятностей. Мы вынуждены просить тебя об их немедленном уничтожении. Так, ну и смотрим, что он нам посоветует. Кирилл. Чтобы победить в этой миссии, тебе понадобится продукция оружейной фабрики. Ладно, посмотрим, что нам понадобится для победы в этой миссии. В принципе, как я сказал, будем пытаться заводы захватывать, по возможности, как бы, ну, переманивая противника на свою сторону. Поэтому нам здесь понадобится еще и завод, ну, или как, не завод, а тренировочный лагерь для пехоты. Так, я вот, если честно, за трейдесов тоже слабо помню, где... Где-где-где? Где кто базируется? О, здесь уже полторы тысячи. Ну и, в общем... Не совсем я понимаю, откуда они будут нападать, но да ладно. Если что, перегруппируемся. Здесь все равно пока серьезных войск не будет противника. Хотя здесь уже будут черви, и эта карта уже большого масштаба. Она... Больше по размеру. Так, вот, видите, немножко они ниже пошли. Ну, в принципе, я более или менее сторону угадал. Так, ладно, строим рефайнери. Естественно, завод по выпуску техники мы тоже построим. Несомненно. Но она будет больше такая, как поддержка пехоты. Пехоту будем сейчас жалеть, оберегать. Потому что нам придется ее доводить до вражеской базы в целости и сохранности. Ну и, как вы знаете, доводить здание до красной полоски жизни, да. Как раз, в принципе, можно техникой, а потом туда надо будет запускать лазутчика, так скажем. Ну, здесь отдельного спеца нету под названием инженер. Потому что здесь, как бы, любой пехотинец может служить инженером. Будучи запущенным в здание, когда у него красные жизни, он захватывает его. Так, вот ставим сюда. А рядом, наверное, здесь будет стоять танковый завод. Ага, триста. Ни туда, ни сюда. Ну, я надеюсь, что хоть... О, уже червь здесь, блин. Все время он возле территории игрока трется, скотина. Причем в начальных миссиях. Да и, в принципе, в последующих частенько он именно на территории, блин. Игрока трется. Я очень надеюсь, что Харвестер успеет хотя бы разок приехать и привести, ну, в двойную дозу, как бы, с пальцем. Потому что, как вы знаете, здесь, в военном заводе еще во второй миссии, Харвестер нельзя строить. Ну, вообще, тяжелую технику. У нас здесь будут только трайки и квады. Вот, колесная техника. А появятся Харвестер только в следующей, в третьей миссии. Ну и, собственно, танк. Там уже гусеничная техника попрет. Ну, давай, давай, родимый. Давай. Он сейчас, как назло, раз подождет, пока он заполнит свои баги спайсом. Так, ладно, закажем. Скоро он что-нибудь приедет к нам. А, ну, нам все равно надо будет аутпост еще ставить. Второй литер. Ну, здесь, видите, так как больше заводов придется ставить в таких выпускающих, то в одной электростанции мы не обойдемся. Придется две ставить. Ого. Шарашек. Так, скоро у нас погибнет. Идет наш пехотинец. Давайте, пацаны, добивайте. Помощалу, пока у нас нету завода выпускающего технику, надо тут следить за пацанами. Присаживайте. Так, что по электричеству? Вот, уже, видите, подбираемся к лимиту. Следующий, значит, будет у нас электростанция. Пока можем только трайки ставить, но квады здесь тоже будут, когда поставим радар. Так, давайте вот сюда. Хочу я вниз уходить, долго обходить придется технике. Сюда поставим этот самый. Радар, в принципе, можно вниз воткнуть, а сюда воткнем. Да, туда, наверное, бараки, электростанцию и радар вниз опустим. Так, главное не перегородить этот въезд. Вот так, наверное, сделаем. Да, вот так, и вот сюда. Здесь тогда будет электростанция. Вот сюда электростанцию поставим, сюда радар. У радара гораздо больше брони, он как бы прикрывать, если что, еще будет электростанция. Так, а сюда тогда бараки откнем. Так, ну двух нам точно уже хватит. Так, бараки не появятся, опять же, пока радар не поставим. Так, ну хорошо, успел Харвестер приехать. Хотя бы один раз, ну каждый по разу. Это уже он отбил свою стоимость, даже еще сверху привез. Так что теперь я не расстроюсь, даже если его сожрут. Но лучше бы, конечно, было, чтобы он еще там разочек-другой приехал. Рано или поздно его все равно сожрут. Так, бараки. Ой, на бараки нам хватит, отлично. Сразу сейчас все. И даже хватит еще и квад. За брейдить. Отлично. А со следующей партии спаси мы уже начнем вооружаться. О, шикардос. 43 рубля. Ну что, так. Тихо, тихо, тихо. Не ешь, не надо, не кушай. На радаре эти тараканы подземные, блин, включаются беленьким. Я его на радаре заметил. Опа, а где второй? Вот он, да? Так, вторая волна атаки пошла. Ой, задели свои же. Так, еще, мужики, как у вас тут? О, почти, почти. Давай, 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 давай. Хорошо. Так, а здесь же тоже кого-то апгрейдить, да, надо? Да, тройную пехоту. Даже не знаю, в принципе, одинарные бегают быстрее. Так, и нам надо быстрее уже строить, потому что у нас от первоначальной защиты очень мало осталось. Так, давайте по одному. Сосредотачивайте огонь. Пока что пехоту строить не буду, мы сначала поедем к ним. Построю армию и сквадов. Съездим туда, перебьем как минимум охрану их всю, ну, или почти всю. Вот, постараемся как-то их там чуть-чуть поджать. Вот, и... Как раз в первой атаке у нас кто-то погибнет, и на место этих квадов мы там несколько штук пехотинцев построим. В этот момент у нас оставшаяся техника будет, например, главный завод поджимать. Вот, и мы его там, пока не будут стрелять по нему. Подведем туда пару инженеров высокой квалификации, и они... Точнее, не, это не инженеры, слушайте, это переговорщики дипломатические. Дипмиссия, короче, да? Они заходят в главное здание, в офисное, к ним, и начинают НЛП проводить с их начальством, как бы, с начальством Харконина, вот, рассказывать, как хорошо им будет под нашим крылом, зачем им воевать, зачем терять таких высококлассных воинов, прочее, когда они могут спокойно перейти под наши знамена, как бы, и воевать уже на нашей стороне, тем более, что мы своих не бросаем уже. Вот. Ну и наши переговорщики тоже, они одни из лучших, не то, что в мире, а в галактике, вот, и я считаю, что успех нам обеспечен. Двойной профит, мы не будем терять здания вражеские, они строили их, да, вкладывали свои ресурсы, какие-то инженерные мысли, там, и прочее, мы их приберем к себе, и еще и вместе с высококлассным персоналом, потому что мы знаем, что Харконнины воевать умеют. Черт возьми. И воюют они, не жалея ни себя, ни других, поэтому... О, уже... Нет! Давай, 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 ты уже почти готов. Все, все, езжай, 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 ну... Ну... Еее... Так. Сколько у нас тут в охране народу? Давайте уже отбирать лучших бойцов вот сюда. Последующие. Тут ограничения мизерные еще, конечно, в этой миссии. По-моему, там 12, что ли, единиц техники, тем более у нас до сих пор пока два хорвестера, это прекрасно. Так, один выгружается, великолепно. формируем даже не ударный кулак, а это такой... продавить их волю просто. А, вот и все. Тут сколько? Тут у нас 6, 7, 8, это хорвестеры, 9, 10, 11, 12, 13, 14, а, ну 14, я сказал 12, да? Так, сколько у нас получается техники будет в атаке? 6. Так. Кстати, вот первый кандидат. Инженерные мысли, давай-ка отходи. А в защите пятеро, я думаю, нормально. Трайка, когда побахнут, мы его заменим на квад, более продвинутую модель. Ну что, погнали? Не будем долго нас усоливать. А, еще, кстати, знаете что? Вот когда мы знаем, тут начинаются глюки немножко, движка дюны, да? Когда, ну 6, 7 там видов техники вот так в строчку ставишь, линию начинают они мерцать, мигать. Линии ПВП это. Починили. Больше они не мигают. Так, давайте, две шренги. Опять же, не очень понимаю, где у них база. Ну понятно, что где-то справа, скорее всего, северо-восточный. Вот, где-то вот немножко туда. чуть выше, мы по горизонтали, но по вертикали они гораздо правее. Так, давайте будем с юбы к ним подбираться. все стреляют. Ага. Теперь человечки у нас это очень ценный ресурс. Так, главное не открыть еще одного червя, блин. Так, вот мне кажется, что кусок спайса уже к их базе относится. Возможно, их хорвестер, который напасется где-то. Хотя, хотя, нет, еще, наверное, это далековато. Да, они все-таки выше. Все один кусок. Да, они должны быть... Оп, есть. Трайка, наверное, грохнули, да? Нет, Квадика. Трайки жив еще. Так, давай пока в защиту. Так и работает у меня. До сих пор два хорвестера, отлично. Так, что такое? Шо, 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 что не так? Так, вот я думаю, это их земля будет. По-любому. Так, правее, походу, уходим. Или нет? Нет! Монет. Видимо, нету бану. Небольшой кусок. А, значит, они севернее, чем я думал. Я вот как раз и думал, что они где-то вот здесь расположены. Но нет. Я не думаю, если паза была здесь уже давно. Охрана на нас. А, блин! Где-то тут червяк появился. вот, где-то здесь. Так, вот, где-то здесь. Так, Да ладно, Я говорю, я компанию за трейдосов не помню точно так же, в принципе, как и за ордосов, потому что я за них не так много играл. Так, опять у меня кто-то отстал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Надо искать срочно землю. Вот земля. Давайте, пацаны, давайте, 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 давайте. Так, ну вот это точно уже есть земля. Давайте, 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 давайте. Нет, не особо он голоден, значит. Так, шесть же. Шесть. Ой, отлично, вот мы нашли что-то. Так, еще кого-то щелкнули у нас. Так, валим. Теперь надо найти... Так, а вы отстреливайтесь здесь. Пацаны. Так, смотрим, что у нас там на базе происходит. Выщелкнули. Драйк еще живой, ничего себе. Но он, видать, так как он нападает не первый, а вот труппер на него сейчас согрелся. Я не думаю, что он его добьет, ага. Так, пойдет. Смотрим, что там наши архаровцы. Так, тихо, 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 тихо. Электричество нам нужно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Они уже практически уничтожили электростанцию. Возьмостные, взлосные ребята. Так, купейте его. Так, вон главный завод. Возьмостные. Я знаю, он мог бы нам помочь взорвать рефайнери, но мы сейчас не такие. Так, у нас пока что... А, даже строить нельзя. Ладно, давайте пошлем нашего спеца. Куда-то вот сюда. Даже если его сейчас грохнут, в принципе. То... Так, сейчас они... Сейчас точно кто-то из наших помрет. Так, вон, давайте на эту сторону переходите. Так, мы кого-то уничтожили. Надо быстренько охрану снять до приезда нашего инженера. Так, давайте инженера построим. Так, они чинят электростанцию. Да, починили немножко. Так, починили. Значит, они и... Так, с пехотой тоже не надо перебарщивать. Нам нужна и техника, потому что... В принципе, пока мы их еще... Так, что-то он никуда не дошел наш. Интересно, кто его грохнул. Так, давайте-ка подушатаем. Главный завод. Заодно сравним наши технологии с их технологиями. Так, а червяк, что ли, жрет здесь? Где наш... Человек? Я вот этого никак не понял. А, вот он пришел по другой дороге. Хорошо. Так, отводим, отводим, отводим. Отводим, денег у них пока нету. Так, следующее тогда захватим деньги. Так, всех даже не надо, наверное, направлять. Так, не надо войска, войска еще подводить, потому что они сейчас будут огрызаться. Так, давайте вдвоем, наверное, покалывать. Видите? Так, инженер уже на связи. Второй инженер. Так, хорошо. Инженера, значит, первого запускаем сюда. Так, сорвался куда-то. С охраны, главное. Бежит, бежит уже. К нам все, поехал сдаваться. Молодец. Наши еще дипломаты не пришли. Так, ну вот, первый дипломат пошел. И да! Переговоры прошли успешно. Буквально, не раздумывая, согласились. В общем, Харконино перейти на нашу сторону. Так, второй инженер, второй инженер, где он? Эх, не успеем мы вместе с... Захватить вместе с Харвестером. У меня был план такой. Так, ну что у нас? Инженер, ну, мы еще, да? Давайте, наверное, еще с охраны кого-то снимем. Так, окружим просто для охраны, для охраны. Так, где инженер? Инженер, где я? Где инженер? Он не дошел? Ой, как же они медленные. Ну, не тренированные люди. Со спортивной точки зрения они, конечно, не подкованы. Так, можно здесь бараки тогда построить сразу, да? А, не получится. Так, надо следующее здание заплатить. Так, они уже едут. Дезертиры, значит, понимаешь ли. Давай, 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 давай. Пока Харвестер там, можно попробовать успеть. Давай, 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 давай. Да куда ты в скалы лезешь? Давай. Дуй. Есть. Есть. Вместе с деньгами. Отлично. Шикарно. Еще и плюс Харвестер. Так, теперь мы здесь строим бараки. Теперь мы строим бараки. Так, радар не захватывается, ребята, поэтому радар нам придется уничтожить. Вот. Так, что творите, а? Теперь это уже наша база, и мы будем защищать Харконина, перешедших на нашу сторону, естественно, от вот этих вот ребят. Так, ставим здесь бараки тогда. Еще одни. Как бы первонаперво надо людей сюда, людей, даже не столько техники. Техника уже есть, в принципе, и так. Нужны люди. Так, что это здесь? Лазучек какой-то. Придется уничтожить. Не хочет поддаваться. Так. Вот. Сейчас мы натренируем инженера. Так, давайте часть, наверное, тогда. Так, что по электричеству у нас? Починим вражеское здание, которое стало нашим. Так, 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 так. О, еще один инженер. Почему он здесь построился? А, нет, это предыдущий. Ладно. Так, 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 так. Еще по электричеству. Пора электростанцию. Сейчас они нам отдадут, в принципе, электростанцию свою. У нас три Харвестера. Благодаря нашим союзникам теперь. Так, радар придется уничтожить. Хотя вот радар, это, конечно, искусство вообще передовое. Но вот нет у нас технологии захвата радаров. Так, скорее всего, пострадал наш завод. Нет. Все хорошо. Еще один лазурчик, который не может понять, что будущее за Атридесами. Так, мы можем принять сушку. Так, пойди немножко. Так, отлично. Теперь у нас есть электричество. Так, товарищ инженер, подождите немножко на пригорке. Сейчас наши дипломаты договорятся. Так, давайте теперь вторую электростанцию. Так, ну куда же вы, блин, балбесы стреляете? Так, хорошо. Практически уже. Так, все, хорошо. Они готовы, они готовы. Практически готовы уже перейти на нашу сторону. Отлично. Сейчас посмотрим, что у них за технологии есть. В их военном заводе. Так, бараки. Очередной дипломат. Так, ну, харконенов, да, как мы знаем, у них трайков нету, поэтому у них вот только квад. Да, и еще бараки, их захватим. Ой, у харконенов, у них есть гранатометчики. Так, вот, инженер готов. Сейчас он перепрограммирует их электростанции. Люди уже, в принципе, согласны. Все. Перейти на нашу сторону. Они уже перешли. Хранилище сейчас переделаем. Немножко. То без электричества... У них просто 110 вольт, а мы на 220 переводим. У них от 110 все питалось. Теперь уже там нету ничего, и здание само по себе может разрушиться. Без электричества, без их. Так, все. Готово. Инженер. Так, ну осталось. Главнокомандующий состав уже переведен, как бы. На нашу сторону. Осталось дело за малым. Немножко поговорить с младшим командным составом и с рядовым составом. Как бы, ну, эта проблема уже не составит. Как вы понимаете. Отряд обезглавлен. Точнее, не обезглавлен. Они поняли просто, они поняли, за кем истинная сила и мудрость на планете. Отряд обезглавлен. Отряд обезглавлен. Отряд обезглавлен. Отряд обезглавлен. Ну и, в общем, все. Так. Надо восстанавливать здесь здание, по крайней мере, убирать эти обломки. Негоже здесь, чтобы они были. Вот, теперь все. Красиво. И по-нашему. Ну и все, в принципе. Последняя техника, собственно говоря, переведена на наши рельсы. И осталось, вот, как я сказал, последних солдат на свою сторону перетянуть. Они согласны и уже просто ждут бумаг. Вот идет дипломат. Все. Бараки тоже нет. Они сражаются до последнего. Вы смотрите, какие преданные. Поаплодируем Харконинам. Младшему рядовому. Младшему офицерскому, точнее составу и рядовому. Они сражаются до последнего. Не переходят. Это тоже достойно восхищения, на самом деле. Жалко. Очень жалко, конечно, на самом деле будет уничтожать таких прекрасных солдат. Хотя, возможно, возможно, солдат там и нету. Это просто здание. Здание. Эх, не успел я забетонировать. Ну вот, собственно, победа одержана мирным практически путем. Да, пришлось обдеваться от их атак, но в нашей атаке, в принципе, мы практически без потерь обошлись. Только самых таких рьяных харканинистов мы уничтожили. Вот, а так все перешли на нашу сторону. Мы укрепились. За счет этого мы стали сильнее. Плюс технологии. Технологии харканинов перешли к нам в руки. Хотя технологии пока еще, конечно, не столь навороченные. Все только прилетели на дюну, на Аракис. Вот. Но, тем не менее, это прекрасно. Ну что же, победа очередная. За Атридесами, одержанной в отличном стиле. Ты просто великолепен. Несмотря на то, что я предпочитаю защиту нападению, твоя атака против харканинов напомнила мне прекрасно поставленный спектакль. Ну так. Атака-то принесла очень... Такие мощные плоды. Так, что ты не забывай об этом. От лица всего дома Атридесов выражаю тебе благодарность. Спасибо. 29 минут. Да, впало 48 бойцов харканинов отважных просто. Ну и всего два строения. Значит, я забыл, да, что... Радар-то я точно помнил, что он не захватывается. А вот в бараке, я думал, можно забыть. Так, ну что, ладно. Очередная миссия пройдена. Вторая, следующая, соответственно, третья. И там уже появится у нас тяжелая гусеничная техника, танки. Хорвестеры можно будет восстанавливать. Там уже черви будут не так страшны. Хотя здесь вроде бы мы открыли оба червя, и они какие-то мирные попались. Ну, понятите, а это Атридесы. Они же вообще Пол Атридес у нас. Он умеет управлять червями. Поэтому как бы... Чё я удивляюсь? Так, пароль... Eternal Sun. По-моему, как внешнее солнце. Но я не уверен, не знаю. Знатоки, может, напишут. Так, ну что же. На этом давайте эту серию закончим. Это была вторая миссия за Атридесов. Мы, собственно говоря, прошли ее в своем стиле, как и планировали. Надеюсь, что вам понравилось такое прохождение. Всем спасибо за просмотр. Комментируйте, ставьте лайки. Всем... Увидимся, в общем, в следующей серии. С вами был, как всегда, Скудер. Канал «Ни слова об играх». Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!